24 июня 2018 года в Новосибирском областном российско-немецком доме открылась выставка, посвященная 200-летию Елизаветинской крепости и русскому культурному наследию на Гавайских островах. Открытие выставки было приурочено к празднованию 125-летия города Новосибирска. В этот день выставку посетили большое количество официальных лиц, представители академического сообщества, руководители муниципальных и областных предприятий, специалистов по сохранению культурного наследия, студентов профильных вузов, а также интересующихся отечественной историей граждан и гостей города. В рамках выставки состоялась лекция кандидата архитектуры и специалиста в области сохранения русского архитектурного наследия на территории Северной Америки Александра Молодина на тему освоения территории Гавайских островов русскими промышленниками. Александра Сесвилинского дома, приветствую вас. Поздравляю вас с юбилеем города. Желаю хорошего настроения, благородной работы на благо развития нашего города. И сегодня у нас такая необычная выставка. Мы уже сегодня говорили посетители об этом. У нас постоянные посетители, что выставка необычная. И по телефону мы звоним люди и говорим, как странно выставка на российско-немецкого дома. Гавайи, где Гавайи, где вообще российские немцы. Но, тем не менее, как выяснилось, российские немцы имеют прямое отношение к данному проекту. Например, для вас тоже было сюрпризом, значимый российский немец Георг Шейфер был одним из строителей данной группы. А потому, конечно, нам очень приятно сегодня принимать здесь Александра Вас, ваш проект, ваши гости замечательные. И спасибо вам, что вы выбрали на вашу площадку для реализации данного проекта. Я думаю, что он будет интересен за посетителем. А сейчас я просто хотел бы сказать славу благодарности. Во-первых, слава благодарности Русским немецкому дому, который нас принял здесь сегодня, естественно, на фонду истории отечества, который нам помог финансово, чтобы организовать эти выставки. Я всем пришел посетителям, моим близким, родным, друзьям, учителям, коллегам. Следует отметить, что в ближайшем будущем выставка откроет свои двери в экспозиционном зале Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета в дни проведения крупнейшего международного научного симпозиума «РАСН» и проработает там до сентября. Выставка организована при финансовой поддержке фонда «История Отечества».